друзья здравствуйте меня зовут дмитрий солодилов я когнитивный психолог соответственно я хочу сегодня вам предложить прокачать свою уверенность в себе вопрос зачем прокачивать уверенность в себе очень полезная штука на самом деле корневая штука то есть вера вера уверенность твердость значит когда уверенности проблемы как это что порождает какие трудности во первых это проблема с принятием решения допустим раз опять же когда решения принимаются они долго принимаются мучительные ожидания то есть опять же решение принято желание исчезает а если решение нету то порождается неопределенность мучительное ожидание и куда подавление этого желания до соответственно это невроз невроз от разные болезни кое-то плохое самочувствие упадок сил и так далее ну и дискомфорт Соответственно, в голове мысли всякие бегают зацикленные Решение принять не получается Второй минус Это, допустим, ты решение принял Потом тебя сожаление мучают То есть ты сожаление, переживаешь Я принял неправильное решение, туда-сюда Все это тоже дискомфорт создает Опять же, с неуверенностью связана прокрастинация Человек не уверен, что надо делать Ему надо вроде что-то делать Но он не может принять решение Соответственно, это прокрастинация Он ничего не делает Опять же, из-за мучительного ожидания Из-за того, что ему плохо И в голове мысли Он пытается как-то отвлечься А что его отвлекает? Его отвлекают развлечения Что такое развлечение? Развлечение – это отвлечение В результате человек не работает Или плохо работает Или его эффективность трудопадает Опять же, из-за постоянного переживания Какие-то бессонницы, какие-то тревоги Какие-то страхи То есть, еще раз я резюмирую Неуверенность в себе Она очень, скажем так, портит качество жизни И опять же, вера связана с любовью Когда человек не уверен в себе Это как бы говорит о том Что он еще и не любит себя А почему он себя не любит? Потому что он решение принять не может Соответственно, ему для принятия решения Нужны какие-то внешние источники Нужны внешние разрешения, доказательства Соответственно, человек Вместо того, чтобы себя любить За то, что он исполняет свои желания Начинает любить, знаете, как идолопоклонничество Идолов все творить начинает И искать этих идолов, чтобы ему разрешили Это еще и внешние зависимости создает какие-то То есть человек начинает зависеть от внешнего мнения Каких-то людей непонятных и так далее То есть проблема, я бы сказал, есть Она неприятная И в принципе большинство людей ее не решают Они живут и мучаются Но, как это, благая весть Можно эту проблему решить Вот, у нас есть метод Метод называется имиджи Это метод когнитивной психологии Соответственно, когнитивная психология Она работает с информационной структурой мозга Со знаниями, с убеждениями, с ценностями С алгоритмами различными мышлениями Соответственно, метод имиджи Там он как бы из трех этапов состоит Он основан, первый этап это Вообще он основан на методе нашего академика Павлова Это условные рефлексы Сформирование условного рефлекса И также, допустим, основан это Долженко Это кодирование Это создание, как бы переворот сознания Создание эмоционального Как бы так, фактора сильного Эмоционального для переворота Это Эриксеновский гипноз Это работа с архетипами по Юнгу То есть мы пытаемся обратиться к сознанию И пытаемся его Как бы изменить его информационную структуру Вот, его убеждения Но опять же, разум это не извне делается А делается изнутри То есть извне сознание человека изменить нельзя У него есть свобода воли И она защищена Соответственно, человек должен принять решение Ему нужна цель Он ставит себе цель какую-то В соответствии с этой целью Идет изменение знаний Информационной структуры мозга И соответственно, под эти знания Потом меняются ценности И убеждения корневые И корневые убеждения Это уже действия человека Это его форма Это его реальность Это его действительная жизнь Вот Соответственно, как у нас происходит работа Первый этап это кодирование происходит То есть кодирование То есть это эмоциональный шок некоторый Ну там используется то, что я сказал Используется То есть это отправная точка Когда цель задается Цель задалась И произошел первый переворот сознания Дальше идет формирование условного рефлекса Дальше идет задача поддержания И развития этого условного рефлекса Тут идет работа Во-первых, с обновлением знаний Своего структуры мозга И с действиями Соответственно, для этого у нас есть Компьютерное приложение Человек ставит себе на магнитный телефон Мобильный Работает с ним По 10-15 минут в день В течение От 3 до 12 месяцев Там как Ситуация Как получается у него Соответственно Вот эта стадия Также коррекционная работа С психотерапевтом 1-2 раза в месяц По ситуации Вот И как бы И действиями Соответственно Закрепляется То есть Теория-практика Теория-практика Действия закрепления происходит И постепенно Как бы мозг человека Он закрепляется В новом устойчивом состоянии В принципе Кто вот понимает Это как бы Устойчивое состояние Психики Они похожи на химические Состояния элементов Мы предположим Все равно есть свинец И есть золото Отличие свинца От золота Несущественно Тем не менее Как бы говорят Как наука Алхимия нам предлагала Превращать Свинец в золото Говорили Это невозможно И это невозможно В природе Но с человеческим разумом Это возможно То есть мы можем Из одного стабильного Стационарного состояния Перейти в другое И там закрепиться Используя условные рефлексы То есть у животных Есть только безусловные рефлексы Поэтому оно не меняется Если животное Есть свинец То оно будет свинцом Но человек Он использовал условные рефлексы Закрепив его Может стать Допустим Из свинца В золото превратиться То есть занять Новое устойчивое состояние В этот момент происходит Закрепление Условного рефлекса Вот Но это я вкратце сказал Так мы работаем В общем Кому интересно Обращайтесь Поможем Все Спасибо друзья До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому